Добро пожаловать на эту приятную и благодатную встречу. Прошу Аллаха Аззаваджалля сделать эти мгновения из числа наших благодеяний на чашах весов. Эта шестнадцатая серия из цикла истории о татаро-монголах. В прошлой серии мы говорили о мамлюках, пытаясь понять, как они пришли к власти в Египет и как они в дальнейшем будут противостоять огромной монгольской армии, которая покорила исламский мир от Востока до Египта, как мы видели это в предыдущих эпизодах. Мы видели деятельность Аль-Малика Ас-Салиха Наджмуддина Аля-Юби, как он воспитывал мамлюков в лоне богобоязненности и набожности, обучая фикху, наездничеству, командованию и многим другим важным для солдат и их военачальников аспектом военного дела. Как мамлюки пришли к власти. Мы видели смерть Наджмуддина Аля-Юби в Эль-Мансури незадолго до начала самого сражения. Мы видели также прибытие его сына Туран-Шаха из Хасан-Кейфа в Турции. Видели, как он находился у власти всего лишь 70 дней. Далее произошёл серьёзный конфликт между ними и Шаджар Ад-Дур и эмирами мамлюков того времени, Парисуддином Актайом и Рухнуддином Бейбарсом. И, к большому сожалению, все проблемы у мамлюков решались мечом. Как мы пояснили ранее, мамлюки росли в боевой среде, и эта военная обстановка сказывалась на их частом прибегании к мечу. Решения о пролитии чьей-либо крови принимались без каких-либо колебаний. Они могли убить, как мы уже сказали, всего лишь по одному подозрению. Когда кто-либо только подозревал другого в замысле убийства, он, не дожидаясь действий второго, сам наносил первый удар, прежде чем тот успевал осуществить задуманное. Несмотря на то, что сражением при Фарискуре номинально руководил Турань-Шах, уверенная победа была одержана лишь благодаря мамлюкам. Большинство военачальников были мамлюками, и большинство солдат армии также были мамлюками. Турань-Шах был убит в месяце Мухаррам 642 года, по истечении всего лишь 70 дней после его прибытия из Хасан-Кейфа. Будто бы он приехал в Египет не править им, а быть тут похороненным. Далее, после убийства Турань-Шаха, Шаджарад-Дур, Парисуддин Актай и Рухнуддин Бейбарс оказались в сложном положении. В Египте возникла большая политическая неопределённость. В Египте на то время не осталось аюбидов, которые могли им править. А аюбиды на территории Шама находились в серьёзной конфронтации с Египтом. И большинство аюбидов Шама, как мы говорили в прошлых сериях, были предателями, которые напрямую сотрудничали сначала с крестоносцами, а затем и с татаро-монголами. Всё это можно увидеть в предыдущих эпизодах. Какой же выход? Мамлюки начали задумываться о власти. Всю жизнь мы составляем основную силу и мощь этой египетской армии. Мы никогда не думали о правлении, не стремились к власти. Однако мы также никогда не были самой целью вражеских атак. Но теперь мы сами стали мишенью. Как мы могли это видеть на примере Турань-Шаха? Вдобавок к этому в Шаме часто звучали призывы снова присоединить Египет к Шаму, но под предводительством аюбидского правителя Шамы. Всё это сильно беспокоило и тревожило мамлюков. И тогда они стали задумываться о том, что же им могут преподнести дни ближайшего будущего. Впервые они боялись по-настоящему. Ведь всегда, когда умирал их предводитель, их султан, они переходили под подчинение нового. В общем, мамлюки почувствовали для себя прямую угрозу. И что же им оставалось делать в такое время? Они задумались. Впервые в своей жизни они вознамерились воссесть на трон правления. Но они знали, что перед ними стоит большое препятствие. Все они были мамлюками, рабами. Как народ сможет принять то, чтобы обширными территориями могучего Египта правили те, кого самих чуть ранее продавали и покупали на рынках работорговли? Необходим некий переходный период, который послужит предтечей мамлюкскому правлению. Теперь мы ненадолго оставим мамлюков, чтобы поговорить о Шаджарад-Дур. Шаджарад-Дур, как мы уже рассказывали, была своенравной женщиной. Она была энергичной и мудрой женщиной, обладавшей колоссальными управленческими навыками и интеллектуальными способностями. Она также оценивала ситуацию и размышляла. Ранее, после смерти Наджмуддина Аль-Айуби, я уже тайно правила этой страной. Почему бы мне не править сейчас ее открыто? Наверное, Шаджарад-Дур была одной из первых женщин в истории мусульман, которая думала о таком. Она задумала взойти на престол Египта в это время. Она организовала встречу с Фарисуддином Актаем и Рукнуддином Бейбарсом, двумя самыми крупными военачальниками армии на то время, и сообщила им о своем желании. Фарисуддин Актай и Рукнуддин Бейбарс посчитали, что Шаджарад-Дур как раз прекрасно подойдет для переходного периода. Ведь Шаджарад-Дур была из рода мамлюков. Она была рабыней армянских кровей, которую купил Наджмуддин Аль-Айуби. Он освободил ее, а затем взял ее себе в жены. Так она стала женой правителя. Она была второй женой Аль-Малика Ас-Салиха Наджмуддина Аль-Айуби. И если она придет к власти, под предлогом того, что она является женой Наджмуддина Аль-Айуби, которого любил абсолютно весь народ. Если она займет трон, она сможет в дальнейшем подготовить почву для правления Фарисуддина Актая или Рукнуддина Бейбарса для мамлюков как таковых. Они согласились с этим решением. И так, в начале месяца Сафар 648 года Шаджарад-Дур была объявлена правительницей Египта. С тех пор обстановка в стране оставалась напряженной. Повсюду вспыхивали волнения. В каждом уголке Египта происходили восстания. Весь народ категорически отказывался это принять. Люди толпами вываливались на улицы. Среди них были и ученые, и другие авторитетные люди. Все, кроме мамлюков, были против такого смелого решения. Правительница Египта Шаджарад-Дур попробовала смягчить обстановку, назвав себя правительница мусульман Ас-Салихия. Тем самым она связала себя с Аль-Маликом Ас-Салих Наджмуддином Аль-Айуби, которого любил весь народ. Однако это не принесло никакой пользы. Восстания продолжались по всему Египту. Тогда она стала называть себя правительница мусульман Ас-Салихия, мать правителя правоверных Аль-Халиля. Аль-Халиль на то время был малолетним сыном Аль-Малика Ас-Салиха Наджмуддина Айуби. Она называла себя так, чтобы склонить чувства мусульман к тому, что она всего лишь регент, временный правитель перед будущим эмиром. Но и это не помогло. Тогда она стала называться правительница мусульмана Ас-Салихия, мать султана Аль-Халиля, сына султана Наджмуддина Аль-Айуби, Аль-Мустасимия. Аль-Мустасимия означала, что она относит себя к аббасистскому халифу мусульман Аль-Мустасимубилля, о котором мы уже немало рассказывали. Мы говорили, что он правил Багдадом с 640 года по хиджри, пока его не убили в 656 году по хиджри. А события, о которых мы сейчас говорим, происходят в 648 году по хиджри. То есть, как раз в период правления Аль-Мустасимабилля. Поэтому она называлась его именем. Однако сам Аль-Мустасимбилля отказался это принять. Он отправил очень резкое письмо, в котором в достаточно грубой форме обращался к эмирам Египта того времени. Если в Египте больше не осталось мужчин, то сообщите нам, мы отправим к вам мужчину. Восстания продолжались и становились все ожесточеннее день ото дня. Шаджарад-Дур понимала, что ее нахождение на престоле правления, в то время, когда изменения всегда происходили при помощи меча, означало убийство. Что же ей делать? Шаджарад-Дур не хочет отказываться от власти. Но в то же время она опасается переворота против себя, как внутри Египта, так и за его пределами. Так что же она делает? В итоге она пришла к довольно интересному решению. Она собирается выйти замуж за какого-нибудь человека, чтобы в его тени продолжать править страной. Конечно же, такой человек должен быть слабой личностью, человеком простым, из простой семьи. Не то у него проснутся собственные амбиции к власти. И было бы прекрасно, если бы такой человек был мамлюком. Так как фактической опорой власти в это время являлись мамлюки. Ей нужен был муж, который стал бы для нее шариатским предлогом для ее правления в Египте. Поэтому она хочет, чтобы он был из числа мамлюков. Ведь вся сила сейчас концентрирована в руках мамлюков. Но она не хочет, чтобы это был кто-либо из крупных фигур мамлюков. Для этой роли не подходят Фарисуддин Актай и Рухнуддин Бейбарс. Она выбрала некого человека по имени Изуддин Айбек от Туркмании Ас-Салихи. Он был, конечно же, из числа мамлюков Ас-Салихитов, как это ясно из его имени. Он был человеком, который не имел каких-либо политических амбиций и желания власти. По крайней мере, так казалось Шажар-ад-Дур. Она вышла за него замуж и уступила ему трон правления. Таким образом, Айзуддин Айбек от Туркмании Ас-Салихи был объявлен правителем Египта, прозвищем которого стало Аль-Малик Аль-Муиз. Фактически это был первый человек из числа мамлюков, который непосредственно взошел на престол правления в Египте. Хотя некоторые считают, что мамлюкский период начался с самой Шажар-ад-Дур, так как она имела мамлюкские корни. Однако она правила всего лишь 70 дней, не больше. В общем, к власти в Египте пришел Аль-Малик Аль-Муиз Айзуддин Айбек, а Шажар-ад-Дур действительно, как и планировала, начала руководить страной в его тени. Но вот только оценка Шажар-ад-Дур Аль-Малика Аль-Муиза Айзуддина Айбека была недостаточно точной. Видимо, он все-таки был немного более хитрым, чем она предполагала, и более мудрым, чем она могла себе представить. Он медленно и размеренно собирал всю силу в свои руки. Он покупал своих собственных мамлюков, а также собирал отовсюду тех, кто имел отношение к нему лично, а не к мамлюкам-бахритам или к Шажар-ад-Дур. Конечно, Фарисуддин Актай, Рухнуддин Бейбарси и все остальные мамлюки-бахриты высоко ценили и уважали Шажар-ад-Дур. Почему? Потому что она была женой Аль-Малику Ассалиха Наджмуддина Аль-Айуби, которого они все очень любили, которого они назвали Аль-Устаз, наш учитель, и жену, которого они называли женой Аль-Устазы. Аль-Малик Аль-Муиз Изуддин Айбек начал собирать мамлюков, которых называли мамлюками-муиззитами по его прозвищу. Мамлюки-муиззиты принадлежали Аль-Малику Аль-Муиззу. Так, в Египте в течение времени стали формироваться две группы, мамлюки-бахриты, во главе которых стояла Шажар-ад-Дур, и мамлюки-муиззиты, которыми командовал Аль-Малик Аль-Муиз Изуддин Айбек. По истечении четырёх месяцев правления Изуддина Айбега, на Египет напали сирийские эмира-юбиды. Аль-Малик Аль-Муиз дал им отпор и одержал над ними большую победу в том же 648 году, в котором он пришёл к власти. Это усилило его влияние внутри Египта. Однако, он продолжал также медленно собирать мамлюков. В 651 году по хиджре, спустя три года его правления, сирийцы атаковали Египет во второй раз, и вновь Аль-Малик Аль-Муиз их победил, и вновь его значение в Египте возросло. Всё это время Фарисуддин Актай относился к Айзуддину Айбегу предельно пренебрежительно. Фарисуддин Актай – большой военный стратег с богатой историей. Победа при Аль-Мансури, победа при Фарискури, он является военачальником армии уже довольно долгое время, он обладает немалым авторитетом. Айзуддин Айбег был человеком, который не был известен и не обладал особым весом внутри Египта, пока не женился на Шаджарадду. Между ними нарастала взаимная ненависть. Фарисуддин Актай настолько не считался с Аль-Маликом Аль-Муизом и Айзуддином Айбегом, что называл его просто по его имени Айбег, не упоминая его прозвища и титулов вроде Аль-Малик, Аль-Муиз и другие. Это вызывало гнев у Аль-Малика Аль-Муиза, но он продолжал спокойно укреплять свою власть. В 652 году Фарисуддин Актай решил усилить свои позиции внутри Египта. Мы уже знаем о его богатой военной биографии, он был главнокомандующим египетской армией уже много лет. Он решил добавить к этому еще кое-что – женитьбу на айубийской принцессе. Когда Шаджараддур взошла на престол по причине того, что она была женой Аль-Малико Ассалиха Нажмуддина Аль-Айуби, то почему Фарисуддин Актай не может прийти к власти как муж предыдущей айубийской принцессы? Он добился этой женитьбы, о которой узнал Аль-Малико Аль-Муиз Аззуддин Айбек. Аль-Малико Аль-Муиз Аззуддин Айбек посчитал это попыткой совершить военный переворот против него. Ведь он знал, что в руках этого лидера, Фарисуддина Актайи, сконцентрирована вся власть над мамлюками-бахритами. Вдобавок к этому женитьба на айубийской принцессе не оставляет сомнений, что он стремится завладеть властью. Аль-Малико Аль-Муиз стал подозревать его в этом и поэтому пришел к решению, о котором мы уже рассказывали ранее. Он устроил заговор об убийстве Фарисуддина Актая, который был главой египетской армии в это время. И действительно, Аль-Малико Аль-Муиз осуществил задуманное. Он убил Фарисуддина Актая 3-го шабана 652-го года по хиджре, тем самым избавив себя от оппозиции в Египте. После убийства Фарисуддина Актая, мамлюки-бахриты тут же стали бежать из Египта, подозревая, что их ждет та же участь. Среди первых сбежавших из страны был Рукнуддин Бейбарс. Ведь он знал, что следующей мишенью может стать именно он, потому как он был вторым человеком среди мамлюков-бахритов. Рукнуддин Бейбарс бежал в Дамаск, где его встретили правитель Ан-Насар и Юсуф Аля-Юби, о котором мы говорили ранее. Мы рассказывали, что он сотрудничал с крестоносцами и с татаро-монголами, а также то, что во время его правления Алеппо и Дамаск были завоеваны татаро-монголами. Так вот, он сбежал туда, так же поступили и остальные главы мамлюков-бахритов. Большинство самих мамлюков-бахритов так же сбежало в Палестину, Иорданию, Сирию, Турцию, Ирак и во многие другие места исламского мира. Путь для абсолютного самодержавия Аль-Малика Аль-Муиза Айзуддина Айбега был расчищен. Роль Шаджар-ад-Дур во власти свелась к нулю. Предательское убийство точило её сердце, и оно наполнялось всё большей ненавистью. Но она ничего не могла поделать, потому что почти все мамлюки-бахриты, на которых она всецело полагалась, сбежали из Египта. В 655 году по хиджре Аль-Малик Аль-Муиз Айзуддин Айбег решил укрепить свою власть в Египте путём заключения важного союза с эмиром Масулы. Эмиром Масула в это время был Бадруддин Лю-Лё. Бадруддин Лю-Лё, как мы упоминали ранее, был личностью, не вызывающей доверия. Он то с мусульманами, то с татаро-монголами, то с крестоносцами. Он был ненадёжный человек. Аль-Малик Аль-Муиз Айзуддин Айбег знал об этом, и поэтому он хотел подкрепить этот союз прочным договором и нерушимым соглашением. В чём заключалось нерушимое соглашение? В браке. Аль-Малик Аль-Муиз Айзуддин Айбег решил посвататься к дочери Бадруддина Лю-Лё для того, чтобы с эмирами данного региона у него сложились хорошие отношения. Конечно же, об этом узнаёт Шаджар Ад-Дур. Когда Шаджар Ад-Дур узнала о желании Аль-Малик Аль-Муиза жениться на дочери Бадруддина Лю-Лё, её сердце переполнилось ревностью, и потому она решила убить Аль-Малик Аль-Муиза. Как обычно, люди в это время привыкли решать проблемы при помощи меча. Шаджар Ад-Дур помогла нескольким мамлюкам-бахритам устроить заговор. Убийство Аль-Малик Аль-Муиза произошло в 655 году по хиджре, на седьмом году его правления. Он находился у власти с 7 лет, с 648 по 655 год. После убийства Аль-Малик Аль-Муиза из Уддина Айбега, мамлюки-муизиты поспешили к дворцу, в котором его убили и схватили Шаджар Ад-Дур. Не было никого, кто бы ей помогал или защищал её. Было принято решение о её казни. И, наверное, это было первым случаем шариатской обоснованной казни во всей этой истории. Ранее мы видели убийство Фарисуддина Актая, Туран-Шаха, Аль-Малик Аль-Муиза из Удина Айбега. Во всех этих случаях убийство противоречило шариату. И вот впервые мы видим убийство человека, имеющее под собой правовой подтекст. Она была убита согласно справедливому возмездию, так как убила Аль-Малик Аль-Муиза, не имея на то права по шариату. Однако бесспорно то, что способ убийства Шаджар Ад-Дур никоим образом не являлся шариатским. Потому что они предоставили возможность её убийства первой жене Аль-Малик Аль-Муиза из Удина Айбега, матери Нур-Удина Али, который должен был стать наместником Аль-Малик Аль-Муиза. Она убила её, как это известно из истории, деревянными башмаками. Она передала её своим служанкам, которые забили её до смерти тяжёлыми деревянными башмаками в одной из бань. Таким образом завершилась история Шаджар Ад-Дур в Египте в 655 году по Хиджре. Правителем Египта был назначен Нур-Удин Али, сын Аль-Малик Аль-Муиза из Удина Айбега. Но Нур-Удин Али на то время был ещё совсем юным подростком 15 лет, который не мог управлять страной. И поэтому его регентом, временно исполняющим обязанности, был назначен другой человек. И кто же был этим регентом государства? Глава мамлюков Муиззитов этого времени Сайфуддин Кутуз. Это впервые, когда имя этого известного исламского героя Кутуза появляется в истории. Кутуз, глава мамлюков Муиззитов, был взят на службу Аль-Маликом Аль-Муиззом Азуддином Айбегом, чтобы усилить позиции мамлюков Муиззитов. Он был одним из самых доблестных рыцарей во всей исламской истории. Кем был Кутуз? Да помилует его Аллах. Кутуза звали Махмуд, сын Мамдуда, сына Харизмшаха. То есть мы вновь возвращаемся к началу истории. Махмуд, сын Мамдуда, был маленьким мальчиком, сыном сестры Джалалуддина, сына Харизмшаха. Представьте себе. Сын сестры Джалалуддина, сына Харизмшаха. Когда Джалалуддин, сын Харизмшаха, убежал в Индию, если вы помните, начало истории, в 1617 году по хиджри, было пленено некоторое количество детей, среди которых был Сайфуддин Кутуз. Татаро-монголы продавали этих детей на разных рынках работорговли. Сайфуддин Кутуз был продан в Дамаске одному из аюбитских эмиров. Далее оттуда он попал в Египет, пока наконец не оказался у Аль-Малика Аль-Муиза Азуддина Айбега. То есть те, кто привели Кутуза, да помилует его Аллах, из Афганистана в Египет, были татаро-монголами. Именно они привели его сюда. В подтверждении, словам Аллаха, они замышляли хитрость, а мы готовили для них свой план, но они об этом не ведали. Татаро-монголы привели его в Египет для того, чтобы он, Сайфуддин Кутуз, да помилует его Аллах, стал тем, кто положит конец татаро-монголам и их империи. Как это произошло? Как Кутуз, да помилует его Аллах, подготовил египтян к войне с татаро-монголами? И какая участь постигла татаро-монголов от рук этого великого и отважного героя? Это мы узнаем из следующей серии. Прошу Аллаха Аззаваджалля даровать нам понимание его путей, научить нас полезному и сделать полезным для нас то, чему он нас обучил. Только он на это способен и только ему всё принадлежит. Субтитры создавал DimaTorzok